друзья мои дорогие зрители и гости канал с вами Таша Муллер вы на моем канале Ташные рецепты и сегодня хочу с вами поделиться рецептом домашних пряников которые мне кажется очень актуальны перед новым годом и рождеством потому что пряники это традиционный подарок да традиционная такая сладость который можно елку украсить и к столу подать и детей порадовать и готовить мы с вами будем не просто пряники а будем добавлять туда одну такую интересную добавку которая сделает наши пряники именно вот назовем их так со вкусом праздника то есть у нас будут сегодня праздничные пряники ну и с этой добавкой можно ее кстати в чай добавлять и в кофе и употреблять вместе с пряниками так что давайте начнем и испечем наши праздничные прянички я подготовила муку мука у меня идет пшеничная обычная 350 грамм и я буду делать смесь муки пшеничной и ржаной на мой взгляд так пряните получается интереснее но при желании можно использовать только пшеничную муку вот полный список продуктов как всегда будет в описании к видео 350 грамм у нас пшеничной муки и 100 грамм ржаной муки мне кажется что ржаная мука она придает такой особенный вкус и очарование пряникам кстати пряники можно делать и целиком ржаной муки они правда тогда немножко могут потрескаться при выпечке что принципе допустимо побольше получилось ложим лишнюю муку так ну вы видите что у меня на столе еще стоит сахар масло мед и вот это мы сейчас все будем использовать и делать пряники печатные вот такие в такой форме печатный вообще это у нас будет вами универсальный рецепт заварных пряников которые могут быть и раскатные узорчатые вот для этого я буду такую скалку использовать так и как я уже сказала печатные в общем попробуем и то и другое и сделаем для них и глазурь тоже поскольку тесто у нас заварное мы берем кастрюлю с толстым дном это важно чтобы у нас ничего не прикарала у меня в моем случае вот такой ковшик достаточно толстым дном кладем на дно 100 грамм меда у меня тут баночка 300 грамм так что примерно я третью часть меда можно немножечко на глаз если вы не любите мед можете полностью использовать только сахар вот пряники знаете говорят медовые потому что они с медом вообще само слово пряники да от слова пряный это говорит о том что в тесте должны использоваться пряности я буду добавлять в качестве пряности сбитень от компании стал бушина ссылка на него будет в описании к этому видео вообще-то уникальный продукт нам очень всем нравится мы в доме используем вот ведь можно его из чаем можно просто в теплой воде растворить пару ложек и получаете вкусный напиток здесь все натуральное битни от стал бушина они сделаны на пряных травах с использованием меда здесь 12 трав и пряностей как раз вот на мой взгляд это аромат праздника я беру 50 миллилитров сбитня и добавляю его к меду смотрите какой он красивый а запах сразу такой тут и корица и имбирь в общем прям запах вот рождества и праздника и сюда же добавляю сахар теперь эту смесь ставлю на медленный окон и варю помешивая до полного растворения сахара тот рецепт который мы сегодня с вами делаем на самом деле достаточно простой не если вы даже никогда не делали пряники ну я уверена что у вас получится и мне кажется что это очень увлекательное занятие в том числе и с детьми приготовить пряники чтобы потом принести и угостить своих друзей в садике или в школе до или отвезти бабушки подарок мне кажется что это очень по-праздничному сегодня с вами про настроение праздника пока смесь у нас растворяется в доме раздается разносится прям по всему дому аромат пряностей от бедня столбушина который мы сюда добавили на мой взгляд там вот прям идеально сбалансированная для этого смесь контролируйте эту смесь она не должна закипеть тем более что у нас тут с вами в составе находится мед на мед кипятит вообще не очень хорошо поэтому на мы ее прогреваем до момента полного растворения сахара вот видите пока еще есть крупинки продолжаем греть камая смесь греется я в отдельной мисочке смешиваем пшеничную и ржаную муку отмеряю себе 150 грамм муки тоже смесь и не забывал помешивать вот чтобы было точно видно вот начинает растворяться сахар смесь становится прозрачная наш сироп и далее ее нужно выключить и остудить до температуры 70 градусов это важно почему потому что если у нас температура будет меньше 70 градусов это повлияет уже на качество пряников в моем случае у меня есть вот такой термощуп помните я кстати летом им измерял температуру в теплице весной грунта вот термощуп и я вот сейчас им померю в общем нужно чтобы было не меньше 70 градусов если у вас нет термощупа по ощущениям могу сказать что 70 градусов это когда еще терпимо руке ну так горячо но терпимо вот видите у меня здесь сейчас намного больше вот поэтому если все это отставляю в сторонку и даю немножечко остыть наши смеси очень горячо тоже не должно быть потому что до мука перезаварится у меня на градуснике 74 градуса ну как я говорю вот я даже сейчас попробую специально ну вот она терпимо еще но вот когда полежит уже так горячо становится но в принципе терпимо так чтобы вы понимали да но горячо ну у кого нет градусника так мы теперь начинаем сюда вводить отмеренные 150 грамм муки быстро замешивая чтобы не образовались комочки я муку не просеиваю ну я считаю что это не влияет ни на что тем более в заварном тесте результате у нас получается вот такая вот заварка на же заварные пряники до пряничное заварное тесто вот смотрите как получается ароматная заварка эту заварку теперь надо охладить до комнатной температуры размешать еще раз говорю надо хорошо чтобы не было комочков то есть вот такая вот она у нас красивая однородная должна получиться закваска остыла заварка точнее не закваска она ведь какая стала такая текущая густая вот у нас там до комнатной температуры ну конечно там же у нас мед мед до загустел и сахарный сироп загустел с мукой я перекладываю в другую емкость и сейчас буду сюда добавлять одно яйцо и 100 граммов размягченного сливочного масла я уже заранее подготовила мягенькое масло и сейчас я поставила разогреваться духовку на 250 градусов внимание дальше про температурный режим потому что пряники мы на 250 градусов печь не будем но сначала нам нужно будет такая горячая духовка ведь сначала не очень а потом нормально перемешивается растворяется и вот так вот до однородной массы теперь в эту жидкую массу мы начинаем добавлять муку у нас с вами осталась мука до наша смесь добавляем где-то примерно половину муки и сюда же в муку мы добавляем пол чайной ложки соды так вот подмешиваем соду в муку и перемешиваем муку жидким тестом теперь когда тесто поглотила всю муку до все перемешалось мы начинаем постепенно добавлять оставшуюся муку так продукт у всех разные мука разная то нужно ориентироваться на консистенцию теста тесто должно получиться как бы в меру вязким то есть оно должно держать форму но при этом таким пластичным хорошо лепиться руками но по сути как пластилин должен получиться поэтому то количество муки которая вам указала в рецепте она но ориентировочная да мы на него ориентируемся но если например вы поймете по консистенции когда будете вот замешивать что уже достаточно можно даже даже и не всю эту муку использовать или наоборот если поймете что тесто жидковатое то в этот момент добавьте еще муки вот ведь она такой вот как пластилинчик но это еще мягковато то есть оно не держит форму на счет содержания масла тесто видите принципе к рукам не липнет вот но все равно вот я сейчас еще чувствую что у него вот такая понимаете вязкость присутствует мне еще осталась мука я еще добавляю вот я в данном случае вытопала всю муку и так тесто готово вот свете она такой как пластилинчик мягенькая при этом вот если его формируешь она держит форму и теперь начнем делать наши пряники я использую такие деревянные формы чтобы тесто не прилипало к форме я ее обрабатываю мукой припыляю кисточкой мукой на кусочек теста его тоже делаю таким более плоским также его припыляю мукой с той стороны где она войдет форму укладываю его сюда руками так вот про улажива можно сказать укладываю его форму вот форма имеет глубину и соответственно чтобы у нас там весь рельеф отпечатался нам надо так прям пробить туда до чтобы у нас тесто заполнила всю форму и сейчас мы с вами сделаем второй вид когда надо налить прям пошла вытаскиваться оттуда вот такая вот снежинка кстати совет от меня вот когда уже слепили да если высоты формы еще не работали можно взвесить и мы видим что один пряник весит вот в моем случае 28 грамм и мы теперь можем просто брать отвешивать тесто 28 грамм и укладывать его форму у нас таким образом не будет обрезков давайте еще с вами попробуем это сделать 28 грамм у меня тесто я его вот так расплющиваю мукой немножко до припыляю опять форму свою мукой и укладываю сюда вот этот вот кусочек уже уже тот кусочек граммовку которого я знаю он у меня должен в принципе видите ровно лечь форму то ведь кусочков по 28 грамм да и быстро налепить наши пряники опять же очень интересно это делать с нашими маленькими детьми которым будет конечно приятно вместе с мамой или с бабушкой налепить таких прекрасных пряничков я чуть-чуть тут лишнее убрала ну тут прям совсем чуть-чуть и дальше мы также поддеваем форму если плохо вытаскивать это значит плохо припылили вот и вытаскиваем наш пряничек а подготовленные пряники убираю в духовку и ставим их на 250 градусов от внимания на 3 минуты через три минуты нам нужно будет приоткрыть духовку сейчас покажу вот пока мне идут три минуты хочу вам показать консистенцию теста но ведь она прямо такой вот он прям как пластилин вот это вот правильная консистенция с которой пряники получаются и хорошо формуются вот ведь она не прилипает ну прям пластилинчик кстати если вы сразу тесто не используете вы можете положить его в холодильник потом довести до комнатной температуры но в пленку положить и продолжить в опекании хочу показать вам еще один интересный способ вот видите у меня есть другая форма с глубоким рельефом но это как бы отдельные элементы то есть это не пряничная форма как раз который мы сейчас работали где в результате получается целая пряника это форма которая дает просто рельеф вот я беру такой шарик опять же лучше взвесить с какой он до чтобы в следующий раз у нас равномерное изделие получились поэтому я взвешиваю этот шарик здесь у меня 70 грамм вот и этот шарик 70 грамм я также припуляю мукой мне ведь и форму в муке я укладываю в форму и вот такой круглой лепешечкой как бы тут распределяю именно кругленькую тело вот руками формирую кругленькую лепешечку продавливаю туда тоже рельеф чтобы у нас был так а сейчас будет красота вот смотрите первый раз и у нас получается с вами вот такая вот красивая смотрите роза шикарно сейчас мы ее тоже запечем не будет нас вот такой прям пряник но это же одно удовольствие правда временем у нас прошло три минуты мы приоткрываем духовку даем вы выйди пару уменьшаем температуру до 170 градусов вот сейчас буквально ждем минутку чтобы у нас немножечко температура упала и потом закрываем продолжаем печь наши пряники если вы видите что пряники потрескались можно их вытащить дать им немножко остыть и потом продолжить печь общее время выпекания зависимости от размера пряника от пяти до пятнадцати минут но я думаю что мне вот у 10 минут буквально хватит он они уже стали коричневеть сейчас с вами сделаем второй вид и сделаем глазурь что наши пряники готовы и можно их вытаскивать сушка мне здесь на полу лежат два таких тепленьких друга пришли тут все контролировать как ему пряники печем какой аромат стоит меда специй вы вообще вот такие вот они у нас получились теперь надо чуть-чуть прям дать им остыть буквально там пару минут потом горячие теплые еще пряники мы перекладываем форму и закрываем полиэтиленовой пленкой чтобы они у нас были мягкие происходит вот смотрите такие греются в ароматах пряников вот посмотрите какие они у нас по цвету красавчики да мне кажется что можно даже не делать глазурью уже замечательно смотрится ну и теперь давайте сделаем то что называется тонкими узорными пряниками я беру тесто сначала раскатываю его обычной скалкой и делаю необходимую мне толстину ну где-то около сантиметра наверное у меня тут толщина теперь я как вы помните нужно нам припылить на такую фигурную скалку здесь у меня ведь и пасхальный узор это я покупала специально чтобы пасхальное печенье печь ну я думаю что зайчики рыбки и все они рыбки то яйца зайчики веточки птички все нам подойдет и сюда тоже теперь я прокатываю вдавливая этой скалкой получаю рельеф вот видите волшебно мне кажется волшебный процесс такой получается и далее у меня вот есть такое колесико я этим колесиком как вариант да можно прям этим колесиком нарезать вот такое вот печенье ну или если у вас есть фигурные формы вы можете вырезать печенье какими-то формами также можно я почему-то печенье потому что также можно до делать песочное печенье вот смотрите у меня получились вот такие прянички которые будут с пасхальным узором и то же самое ставлю на 250 градусов потом уменьшаю до 170 глазурь я буду делать сахарную 100 грамм сахара тоже беру кастрюльку с толстым дном наливаю 40 грамм холодной воды и кастрюльки с толстым дном доводить до кипения помешивая периодически вот теперь смотрите как только появились пузырьки мы уменьшаем огонь на минимум и засекаем 60 секунд и через 60 секунд выключаем огонь выключаем отставляем в сторону у нас должен получиться не густой прозрачный сироп нужно приготовить глазурь когда у нас уже пряники все готовы то есть мы их вот так вот тут раскладываем у нас лежали под пленкой и сразу все глазуруем его кстати последнюю партию чуть-чуть прижарила горячую глазурь наносим тоненьким слоем так вот следим чтобы так вот весь приемчик у нас был заглазурован все я нанесла и оставляем сушиться ну вот смотрите глазурь застыла когда правильный тоненький слой глазури она ведь не прилипает и со временем начинает проявляться вот этом такая типичная пряничная белесость вот они как-то еще побольше досох на час у меня на минут 40 прошло ты на стала проявляться и потом она проявится еще больше вот кстати один из вариантов превращения банки в подарочную у меня есть такие кружочки которые я купила для украшения когда тортики тела да вот вот фетки ажурные продаются в магазинах рукоделия в кондитерских магазинах ну где все для кондитеров вот можно взять либо ткань либо я говорю вот такую бечевку или какую-нибудь можно ленточку красивую как вам нравится да и обвязываем вот у нас уже но если у нас это новый год да можно еще сюда добавить даже какую-нибудь веточку еловую в общем какой-нибудь декор и вот смотрите уже получился такой подарок это уже можно прям подарить на новый год коллеги там на или близкому кому-то смотрите мне кажется что замечательно или дополнится основной подарок еще вот таким и можно у меня про сейчас под рукой можно этой вот сюда же привязать еловую веточку какой нибудь шарик там новогодние здорово же получается красота вот такие прянички мы сегодня с вами сделали какой внутри видите ну похоже что это как печенье но на самом деле у него выраженный пряничный вкус вот мед из битень сделали свое дело но потом тесто заварное да и таким образом у нас получились именно пряники и давайте попробуем аромат никакие получились и вот ну вот не печенье все-таки это именно пряничное тесто есть у него эта структура это специфический прям пряничный вкус ну в общем мне кажется что это простой рецепт да так скажем базового пряничного заварного теста и вы видели разные способы я вам показала которые можно формировать из него пряники и мне кажется что это ну прям находка это тесто так что пеките с детьми и внуками сами пеките и формируйте такие новогодние праздничные пряничные подарки и сейчас еще костного покажем но вы помните что мы в самом начале добавляли в наши пряники в наше тесто заварное пряничное вот такой классический сбитень от компании стал бушина это натуральный продукт полностью который по сути является безалкогольным бальзамом на травах то есть там мед 12 трав и прянистей и на сайте стал бушина есть вот такие подарочные наборы которые очень хорошо использовать час к новому году дарить в набор входит сам сбитень потом леденцы от горла двух видов иван чаще туда входит ведь какие прекрасные натуральные такие продукты соус из брусники с перцем чили имбирь томленый с медом и малины тоже интересный продукт ведь как красиво все упакованного такой коробочки прям приходит можете заказывать на адрес того кому хотите подарить и еще натуральный мед соток вот и прям тоже в таком виде деревянном милом ящички вот такой вот набор можно купить сейчас на сайте стал бушина скидкой 15 процентов по промо-коду таша информация об этом будет в описании к видео ну чтобы с вами испекли замечательные пряники их можно дарить и на новый год и на рождество и на пасху и на разные другие душевные праздники с вами была таша муляр вся информация по рецепту будет в описании к видео подписывайтесь на канал если вам понравилась моя подача материала и пеките вот такие вкусные пряники с наступающим новым годом и рождеством пока пока и до новых встреч на канале и и и и и и и